Всем доброе утро, девочки. Сегодня 8 августа. Сегодня у дочки день рождения. Мы проснулись, сидим, пьём кофе. Работники пришли, работают. Доча! Да, да. Мама тебя с день рождения поздравляет. Спасибо, мама Чоли, спасибо. Кстати, подписчики мои тебя тоже поздравляют с день рождения. Спасибо, девочки, спасибо. Сегодня необычный день рождения. Я отвечаю в непривычной для себя компании. И делаю непривычные в день рождения вещи. Работают. Мы сидим, пока ожидаем. Ой, Мила пришла сюда, ей тоже надо поздравить. Поздравить. Да и не отходят от шаров. Ну, у нас такая обстановка рабочая. Сама понимаешь? Вот. Но очень приятно. Спасибо, дорогая. Вот эти. Цветочки, помо, вообще. Какие цветочки, какие шарики. Красота какая. О, поздравила Люси. Подружка из Москвы. Ой, дело вроде движется к концу. Вроде как бы еще и нет. Мойку поставили. Девочки, спасибо всем за поздравления. Кто писал и в инстаграме, и в комментариях у меня. Спасибо всем за поздравления. Поздравляете меня и дочку с днем рождения. Большое вам спасибо. Ой, сегодня такой сложный день, что я даже прямо и не знаю, честно говоря, с чего начать. Ну, кухню еще пока делают. Доча сейчас пока что... Милочка, иди ко мне, милая. Иди, моя зайка. Дочка пошла, поехала с Дэней сейчас в магазин. Там за продуктами. Завтра родственников хотим собрать. Ну, ближе к вечеру. Конечно, у нас еще куча дел. Я не знаю, они сегодня обещали закончить. Уже время 8 часов вечера. Закончат, не закончат. Как? Как все это будет? В общем, жду. Держу пальцы. Я не знаю, и жду. У нас сегодня Мила пропала. Мы искали Милу, обыскались. Дочка вся расстроилась. Короче говоря, облазили везде. Вот испарилась, и все, исчезла, и все. В общем, несколько часов мы перерыли все везде. Не могли ее найти. И, в общем, потом она вылезла. Откуда-то, с какого-то шкафа вылезла. И только я ее на руки взяла, она с рук соскользнула и спряталась вот туда, вот в эти вот, за эти вещи, вот за эти вешалки. Дочка пришла, она ездила там шланг купить. Нужно было то там гофру купить, то еще там какой-то переходник, в общем, чего-то там на вытяжку не хватало, там на мойку и так далее. Вот, и, короче говоря, дочка пришла уже, достала ее оттуда, взяла на руки, смотрю, Милка сидит, глаза у нее квадратные, а я вот тут сижу напротив, она смотрит, Милка, поверх моей головы. А я поворачиваюсь, думаю, что она туда смотрит, глаза такие испуганные. А там шары. Дочке подарили шары, подруга подарила большие шары. И она испуганными глазами смотрит на эти шары. Короче говоря, вот это вот она испугалась шаров, забилась в угол. И мы тут несколько часов ее искали, не могли найти и расстроились, и все что угодно. В общем, какой-то ужас. Милочка, а что ты там, зайчка, мявка? Иди ко мне, иди сюда. Ой, короче говоря, просто не знаю, кошмар. Потом еще оказалось, что у нас двух фасадов не хватает. Уже обзвонились. Там начальник приезжал. Начальник приезжал и обзвонил там, кто там доставку делал, кто там отгружал, загружал туда-сюда. В общем, не могут найти два фасада. В общем, в конце концов, эти два фасада будут заказывать. Они с другого города. И, в общем, нам их потом поставят. В общем, все это не так просто. Вот кто-то в комментариях написал, что вам, если вас не устраивают эти работники, найдите других, в интернете полно. Вы представите, если бы другие пришли работники работать. Мало того, что там что-то нужно подгонять, что-то там может с браком, что-то не хватает и так далее. Кому эту рекламацию делать? В том, что вот если это одна фирма, то есть один руководитель отвечает за работу, за своих рабочих, за тех, за других, за третьих. А если бы это были левые, и сказали бы, да, это они сами там что-то куда-то, чего-то, и потом крайних не найдешь. То есть уже они бы с себя могли бы снять ответственность. А так они себя ответственность не снимут. Поэтому, как говорится, предоплата была у нас сделана, а полностью оплата за мебель, за установку, за все прочее, будет уже окончательно тогда, когда будут стоять все фасады, и замена будет сделана, и все такое. Вот так вот еще. Ой, что это такое? Мама Чори, моя дорогая, целый день ты сегодня, даже не сегодня, ты мне уже несколько дней помогаешь, но сегодня мой день рождения, а я считаю, что это твой праздник тоже, потому что в этот день родила меня ты. Мы, конечно, закрутились уже, ночь ночная, но я все-таки успела заехать в магазин, купить тебе цветочки, порадовать тебя хоть немножко. Потому что ты у меня такая замученная сегодня, целый день помогаешь, целый день на стрессе вместе. Я даже боюсь девчатам показать вообще, на что я сейчас похожа. Да. Дай тебе поцелую. Даже Таня. Таня в гости зашла и говорит, что-то мама у тебя не в духе. Я говорю, конечно. Я говорю, вот это, вот это, вот это. Она такая, блин, так она еще кремень говорит. Мама как самовар, знаешь, пахтит внутри себя. Смотри, ты любишь у меня розочки. Красивые цветочки, да. Белые, красные. Очень красивые. И сразу, чтобы, знаешь, у нас вас пока немного, чтобы вот красиво расставить везде. Классно, классно. Заберешь домой потом. Давай, спасибо. Завтра побудешь прямо, и я тебя отпущу пораньше, как только домой захочешь. Спасибо. В общем, девочки, время сейчас, сейчас ночи. Рабочие ушли, где-то, ну, наверное, в 12 часов они ушли. Мы сейчас с дочей тут подмели, полы протерли. Короче говоря, ну, осталось что? Тут 7 фасадов надо еще навесить. Соколь поставить, да. Раскладывают уже, ну, по крайней мере, мы можем уже завтра варочной панелью пользоваться, мойкой пользоваться, тут духовка, все подключено. В общем, короче, готовить уже можно будет с утра потихоньку будет готовиться, а мы потихоньку будем что-то где-то еще куда-то раскладывать. Ну, гостей мы зовем. Где-то уже в второй половине дня, я не знаю, там, часа в 4-5, ну, так вот уже после обеда, потому что я не знаю, сколько времени будет еще вот тут человек это все доделывать, и нам нужно будет еще разобраться, там, не знаю, и готовить надо, и с посудой, и то есть, в общем, много. Завтра с утра прям очень много дел. Короче, сегодня вот такой день рождения и прошел, понимаете, все. Вот это вот последние несколько дней, это вот это вот, это все жужжание, с утра до вечера вот это вот вся работа. Ну, такой выпал день рождения. Ну, хорошо, что, по крайней мере, уже мы хотя бы завтра, все-таки воскресенье, а многие из наших родственников, вот сестра моя, например, племянница, сын тоже выходные, вот воскресенье только, да, но сын еще в понедельник, но, по крайней мере, воскресенье вот у нас для родственников выбрали день, а другой день, будний день не нужен. Поэтому завтра уже к вечеру мы гостей родственников позовем и отметим завтра день рождения на Василии. А потом я уже завтра поеду домой, и дочка уже в понедельник там подружек своих зовет, и я уже не буду здесь, я уже поеду отдыхать. Вот, ну, короче, кухня красивая, но пока еще не доделанная, поэтому показывать пока я не буду. Вот, ну, а дочка завтра уже доснимет, я думаю, да, что-то уже вам покажет. Вы, наверное, на ее канале, скорее всего, кухню увидите раньше, чем я вам ее покажу. Да, вы увидите у нее на канале раньше, ну, а потом следом на моем канале. Но у нее более подробнее, она все подробности уже показывает, рассказывает, и все. Ну, а изучать бытовую технику уже мы будем с ней, я вот отдохну, потом я к ней приеду, и мы тут будем подробно уже изучать бытовую технику, особенно такую сложную, как посудомойка. В принципе, посудомойка здесь, по-моему, единственное сложное, потому что варочная панель включается буквально вот одним поворотом выключателя, микроволновка, там очень просто все, на духовке символы нарисованы, там тоже просто. Что еще? Вытяжка тоже просто. В общем, самое сложное, это посудомойка, ну, посудомойку осваивать будем уже в следующий мой приезд. Вот. Ну, и все, девочки, сейчас уже мы укладываемся спать, потому что завтра рано люди приедут, и завтра с утра пораньше будем опять вставать и заниматься тут всякими делами. Вот такие вот дела. У меня вид уставший, завтра будет у меня вид еще уставший. Ну, что делать? Дома уже отдохну. Не до отдыха сейчас. Надо потерпеть. Но это уже, как говорится, последний такой рывок, вот именно такой сложной работы, да, сложной работы, это у нас было, когда электрика, штрабление, все эти дела, что у нас еще тут, потолки. Сложное было тоже, когда каналы у нас делали на сплит-системы. Ну, в общем, ну, вот это вот самое же такое, последний рывок, вот это сложное, можно сказать, трудоемкое и долгая работа, да, это вот кухня с гардеробом. Остальное там уже будет дальше делаться потихонечку, там какой-то шкафчик докупаться, там еще какой-то столик, ну, уже это все будет не так сложно, не так трудоемко, так что набраться терпения, потерпеть и все. Вот. Работники работают медленно, но я вам хочу сказать, качественно. Единственное, что, конечно, придраться не к чему, подгоняют, может, поэтому медленно и работают, подгоняют все, чтобы прям миллиметр в миллиметр было. Но, с другой стороны, знаете, качество на первом плане, куда спешить, лучше потерпеть сейчас, а потом уже пользоваться, чтобы все было хорошо и качественно. Так что, язычок засунем себе в одно место, будем помалкивать в тряпочку, терпеть, но пусть главное делают качество. Главное, удачу не спугнуть. Вот и все. Ну все, ложусь спать. Завтра увидимся еще. Девочки, всем доброе утро. Я проснулась, даже вот работник пришел, даже врачащины проснулась. Без 15,9 он пришел сегодня. Уснула я вчера, полпятого. Дочка тоже сидела, долго монтировала вам видео, как кошку потеряли, потом нашли, в общем. Деня проснулся. Вот. И кошку потеряли вчера, нашли. В общем, сначала ее потеряли, искали расстройство, там не могли найти, все, перерыли, все. Она, оказывается, шарикова, испугалась, забилась куда-то там в какой-то, я не знаю, шкаф, какие-то вещи. В общем, все, думали пропало, дочка расстроилась. В общем, все пропало, все испортилось, и не прошел, испорчен. В общем, была куча расстройства, я была тоже в шоке. Вот. Потом нашли. В общем, короче, такой сумбурный день, усталость, все дела. мастер пришел, он сейчас доделывает уже там детали уже осталось, там фасады повесить, ну и так далее, там по мелочи. Вот. Ну, а я проснулась, что я уже потихонечку начинаю готовить, сейчас картошечку поставлю, мультиварки пока варить, пока там, чтобы не мешать, картошку, яйца на льве. Вот. И, в общем-то, я сейчас хочу это видео завершить на этом, потому что следующее видео я начну уже. Это, как мы будем праздывать день рождения, подготовка дню рождения, там, что готовить будем, как накрывать, и в общем, и так далее. Поэтому я с вами прощаюсь, на этом продолжение следует. Ну, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.